когда доллар будет по 66 рублей телеграм победил правительство и будет разблокирован путин заявила снижение арендной платы за жилье новогодние праздники нам могут урезать нефтяники украли у каждого россиянина по 1400 рублей московская биржа запустит до конца года до конца лета торги иностранными акциями эти и некоторые другие новости мы обсудим с вами сегодня в очередном обзоре новостей с николаем врачковским доброе утро рад вас всех приветствовать давайте разберем что у нас происходило и если вы поддерживаете канал поставьте этому видео лайк поставьте нажмите на колокольчик буду вам благодарен и так давайте начнем мин труд назвал число реальных безработных в россии их количество выросло более чем на 1 миллион человек до 2 миллионов 400 тысяч за два месяца неофициальное количество я думаю конечно намного больше поскольку не учитывается огромное число не официально занятых людей в россии по разным данным их около 15-20 миллионов человек которые работают не так или иначе не официально не трудоустроены россияне нас назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса а среди в среднем россияне хотели бы после коронавируса то есть опрос который был зарабатывать по семьдесят четыре тысячи рублей чистыми в месяц но еще в январе они называли цифру девяносто две тысячи видите как кризис снижает наши амбиции и простой принцип как сделать человеку хорошо сделать плохо а потом вернуть как было вот было нам раньше хорошо потом стало плохо с коронавирусом сейчас вернули как было и стали снимать ограничение сразу многим стало хорошо и амбиции поубавились уже достаточно не 92 74 тысячи конечно размер желаемой зарплаты отличается от региона к региону в москве идеальные назвали 82 тысячи а в питере 72 названы регионы самым высоким уровнем благосостояния семей на первом месте ямало-ненецкий округ там а максимальный средний остаток на семью денег после необходимых трат восемьдесят восемь тысяч а в среднем по стране тридцать семь тысяч остается у семей у семьи из двух работающих родителей двух детей после выплаты всех необходимых трат среднем по стране остается остаток тридцать семь тысяч максимальная в ямало-ненецком округе там восемьдесят восемь минимальная северный кавказ псковская ивановская область там где-то 9-4 тысячи рублей всего лишь остается жители россии стали чаще выбирать дешевые товары и продукты в россии растет спрос на все дешевое на низкий ценовой сегмент что связано с сокращением доходов то есть у людей падают доходы многих уволили многим сократили зарплаты многие сильно потратились за время карантина и начинает переходить во все более и более дешевый сегмент это к слову к тем кто работает в бизнесе кто занимается бизнесом что выстраивать свою продуктовую линейку на более эконом форматы новогодние праздники предложено урезать глава экономического комитета совета федерации предложил сократить новогодние каникулы в двадцать первом году для компенсации всех тех нерабочих дней которые были в этом году например сделать с 4 по 8 января рабочими за исключением седьмого января как вы считаете надо ли сокращать вот эти вот беспощадные новогодние каникулы российские или не надо насколько они выбивают за рабочего ритма или же наоборот все круто оставляем как было вот как вы считаете путин заявил о снижении арендной платы за жилье поскольку он президент говорит что поскольку снижается процентная ставка ключевая снижаются ставки по ипотекам то теперь благодаря льготной ипотеке платеж по жилищному кредиту становится меньше чем стоимость аренды аналогичного жилья это заявляет представитель строительной отрасли уже то есть речь о том что сегодня купить в кредит квартиру становится по низким процентным ставкам становится существенно ну не существенно но уже выгоднее чем просто ее арендовать это к вечному спору о том что лучше арендовать либо покупать себе свое жилье вот кстати как вы считаете ваше мнение что лучше купить себе свое жилье и платить за него ипотеку и либо же арендовать жилье вот вы за что за аренду либо за покупку своего. У меня был ролик, давайте я на него ссылочку вам дам под этим видео, где я подробнее разбирал этот вопрос и приводил некоторые расчеты со своим мнением, но интересно узнать и ваши. Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке. Теперь по ставке 6,4% можно получить уже с первым взносом не 20, а 15% от стоимости недвижимости. То есть снижаются, идет поддержка застройщиков и снижаются ставки. Поэтому для тех, кто занимается, например, либо вы себе собираетесь брать недвижимость с ипотекой, либо если вы занимаетесь инвестированием в недвижимость, то старайтесь выбирать наиболее выгодные форматы сейчас. Поскольку ставки снижаются, но не во всех банках, то есть банки по-разному на это реагируют, то надо поработать над тем, чтобы найти наилучшие условия. В России выпуск банковских карт может стать платным. Поскольку снизились эквайринговые комиссии для онлайн ритейла до уровня примерно 1%, то банки из-за этого потеряли свою прибыль и хотят это компенсировать тем, что начать брать плату за выпуск новых карт и их обслуживание. Поэтому следите, не навяжет ли, не будет ли пытаться банк вам впарить какой-нибудь тариф, на котором вам придется ежемесячно платить просто за саму пластиковую карту. Вот у меня сейчас вообще большой вопрос, а зачем мне нужна банковская карта? У меня сейчас в смартфоне есть, ну собственно все есть, что мне надо. Я там все привязал и могу через смартфон пользоваться. Зачем вот мне сам этот пластик? И почему я должен за него платить дополнительно банку, разные комиссии за выпуск этих карт? Можно сделать эти карты виртуальными. Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян, что связано с длительными майскими праздниками. Ну и естественно с карантинными мерами тоже. Люди за месяц средства на депозитах снизились примерно на 31 миллиард рублей. То есть люди извлекают запасы денег и тратят их на то, чтобы поддержать свою жизнь. Это в первую очередь те, у кого упали доходы. Эксперт из рейтингового агентства Эксперт РА спрогнозировал курс доллара. Он говорит, что к концу текущего года курс опустится до 66 рублей. При таком курсе и средней годовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета будет на уровне 5 процентов ВВП. Ну я бы сказал так, вот не верьте тем, кто вам прогнозирует курс доллара. Это крайне неблагодарное дело, тем более, тем более на конец года. Вот в начале года кто-то мог бы вам сказать, что у нас доллар скаканет до 80, потом откатится до 70 и обратно. Я думаю, что вряд ли кто-то мог такое спрогнозировать. А сейчас говорить, какой будет курс доллара на конец года, а тем более верить и делать на эту ставку, это последнее дело. Почему? Да просто потому, что курс доллара зависит от массы факторов, к которым мы не имеем никакого отношения и не знаем, как они произойдут. Как поведет себя федеральная резервная система США, насколько она будет снижать либо повышать ставки, насколько Америка будет печатать деньги, соответственно, что будет с рублем, как российский Центробанк будет поддерживать курс, либо не будет поддерживать курс, какова будет цена на нефть, то есть факторов масса. И каким образом этот эксперт что-то спрогнозировал на конец года, это просто вот он ткнул пальцем в небо. Ну, как-то это чуть-чуть обосновав. Поэтому вот в подобные прогнозы я крайне не рекомендую вам верить. Нефтяники украли у каждого россиянина по 1400 рублей. Российские нефтяные компании не доплатили в бюджет 213 миллиардов и не инвестировали эти деньги в добычу. А как это получилось? Правительство ввело новый налог на добавленный доход, заменив им часть других до прошлых налогов. Рассчитывая, что нефтяники освободившиеся деньги запустят на инвестиции. То есть нефтяники, как только нефть стала падать, пришли жаловаться в правительство, что у нас все очень плохо, ситуация сложная, цены на нефть падают и мы вообще сейчас обанкротимся. Им поменяли налог, ввели налог на добавленный доход и дальше вот сам замминистра финансов признает это своей большой ошибкой. Ну, не своей, а правительству большой ошибкой. Почему? Потому что вместо того, чтобы запустить высвободившиеся деньги, пустить на инвестиции в развитие, на там открытие новых нефтяных месторождений, на модернизацию оборудования и прочее, прочее, нефтяные компании освободившиеся деньги просто пустили на выплаты своим акционерам. И они стали их запускать куда-то в работу и государство считает, что таким образом нефтяники отняли у каждого россиянина по 1400 рублей. Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ с 30% как сейчас до 60%. Плюс 30% еще компенсирует Газпром производителям оборудования и владельцам автомобилей останется заплатить всего 10%. Вот напишите, пожалуйста, есть ли у кого-то такой опыт перевода автомобилей на газ. Насколько это оправдано? Ну, потому что затем расходы становятся достаточно заметно меньше на газ, чем на бензин. Но вот насколько вы это делали, не делали. Оправдано, неоправдано. Вот я сам это не делал, но у меня есть три автомобиля доходных, которые работают. И там стоит вопрос, а может быть их перевести на газ. Также я не нашел информацию о том, как вот эту субсидию получают. Тоже, если у вас есть такой опыт, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Кабинет министров выступил за скорейшее принятие закона о цифровых активах. Здесь какая-то странная и противоречивая информация. Совсем недавно было обсуждение, что давайте запретим криптовалюты вообще. А теперь идет обсуждение закона, что надо поскорее принять закон о цифровых активах. Поэтому, вот, что к чему тут сложно понять. И давайте я перепрыгну на новость, которая порадовала, что Телеграм победил правительство. Если вы следили за этой информацией, какое-то время назад Роскомнадзор решил бороться с Телеграмом. И запретил его в стране. И стал его блокировать. Чем больше Роскомнадзор блокировал Телеграм, тем лучше работал Телеграм. В итоге, помучившись года так, наверное, уже полтора, по-моему, пытаются блокировать Телеграм. Депутаты внесли законопроект о прекращении блокировок Телеграм. Хотя, я думаю, что наверняка на это выделились бюджеты, на борьбу с Телеграмом. В Роскомнадзоре была создана какая-нибудь большая рабочая группа, куча народу работала. Но теперь мессенджер де-факто стал официальным сервисом госорганов. Через Телеграм государство же распространяет важную информацию о коронавирусе. И безуспешные попытки блокировать Телеграм наносят урон престижа госвласти. Проект был направлен в правительство и Минкомсвязи с просьбой поддержки. Поддерживаете ли вы разблокировку Телеграма? Я очень поддерживаю. Считаю, это сейчас самый прогрессивный мессенджер. Круче, чем WhatsApp. И у меня большинство рабочих коммуникаций идет именно через Телеграм. Московская биржа. Еще одна хорошая новость для инвесторов. Запустит торги иностранными акциями до конца лета. Телеграма обещает запустить торги 25-30 иностранными эмитентами, входящими в индекс S&P 500. Это 500 крупнейших компаний Америки. А к концу года предложат 50 наиболее ликвидных ценных бумаг. Но это большой плюс для нашего рынка. Поскольку сейчас купить иностранные акции фактически можно только через международных брокеров. Типа интерактив брокерс и так далее. Но проблема с ними, что они берут высокие комиссии. Комиссии за просто заведение счета. Порядка 10 долларов. Высокие комиссии за каждую операцию. Наши брокеры в этом плане гораздо более доступны и гуманные. И если можно будет через них на российской бирже покупать акции, то это будет большой плюс. Потому что сейчас это делать сложно. Да, можно что-то делать через Санкт-Петербургскую биржу. Но для этого надо иметь статус квалифицированного инвестора. В общем, довольно сложно. Плюс дополнительные трудности с налогообложением. Китаю предстоит трудная борьба с бедностью. Пандемия коронавируса прервала многолетний рост экономики Китая. И они избрали для себя следующее. Теперь после снижения ВВП в первом квартале почти на 7% в годовом выражении. Не стали устанавливать целью снова наращивать ВВП. А сказали, что мы будем бороться с бедностью безработицей. Вот я в целом это очень поддерживаю. То есть чем гнаться за тем, что будет расти некая виртуальная цифра ВВП. Бороться за то, чтобы поднимать реальные доходы людей. Вот это мне кажется очень правильное направление, на которое и нам имело бы смысл посмотреть. Вместо того, чтобы гнаться за тем, чтобы быть супердержавой. Чтобы как-то развивать супер какие-нибудь мега национальные проекты. Строить супер мега дорогие мосты. Бороться за то, чтобы рос уровень доходов населения. Который у нас все последние годы благополучно падает. На этой оптимистичной ности заканчиваю сегодняшний выпуск. Всем хорошего дня. Надеюсь было полезно и интересно. Удачи с вами был Николай Мрачковский. Продолжение следует...